Можно ли считать угрозы об убийстве преступлением? В полиции на этот счет сомневаются. Уголовное дело по заявлению экс-замминистра информполитики Татьяны Поповой сначала закрыли, но потом снова решили взяться за расследование. Если вам и вашей семье постоянно пишут, что убьют, не волнуйтесь, состава преступления в подобных письмах нет. Именно так ответила полиция бывшему замминистра информполитики Татьяне Поповой на ее заявление об угрозах, которые начали поступать после того, как она выступила в защиту журналистов, чьи персональные данные опубликовал сайт Миротворец. А вот в Дарвинском райуправлении полиции Киева нам сообщили, закрыли дело преждевременно, так как сообщения Поповой были недостаточно угрожающими. Но прокуратура дело возобновила. Напомню, в мае прошлого года сайт Миротворец скандально прославился. Там опубликовали личные данные сотен корреспондентов, имевших аккредитацию для работы в России, а также в так называемых ДНР-ЛНР. В списках не только украинские журналисты, но и репортеры почти из 30 стран мира. Эта публикация вызвала волну возмущения не только в журналистской среде. Ее осудили и ОБСЕ, и посол Евросоюза в Украине Ян Тамбинский, и Госдепартамент США. А Киевская прокуратура открыла уголовное производство. Спустя два дня сайт заявил о прекращении работы, но вскоре снова возобновил деятельность и опубликовал очередной список журналистов. Работает ресурс до сих пор. Вы знаете, он продолжает работать, потому что часть людей в власти, люди, которые влияют на этот сайт, люди, которые связывают с этим сайтом, например, Антона Герашенко, Народный фронт, считают, что этот сайт является эффективным инструментом приборки журналистов. Что через этот сайт можно влиять на информационную политику. И пока этот инструмент работает, где что вы стердите, пока он имеет таких серьезных покровителей, політичных и владных, пока, безусловно, он будет работать. Одна справа, когда это отдельные инициативы отдельных граждан, а другая справа, когда Ворожнечу поддерживают те посадовцы, которые, наоборот, должны докладать усилия для расследования, для уменьшения Ворожнечи. А мы сегодня говорим, что у нас руководство Министерства внутренних справ подтверждает свою причинность и не заперечивает в том, что они прихильниками тех методов, которые такие сайты, как миротворец, споведуют. Что же делать тем, чьи имена в открытых списках и кто до сих пор получает десятки писем с угрозами? В Союзе журналистов советуют ни в коем случае не спускать это на тормозах, чтобы все эти угрозы не превращались в состав преступления. Ольга Теребинская, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер.